Ежегодно Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области совместно с некоммерческим партнерством «Народная дружина» организует областной фестиваль «С чего начинается Родина». В рамках конкурса сначала проходят зональные туры, на которых отбираются таланты южной, северной, восточной и западной территории региона, а затем конкурсанты соревнуются в финале. 11 июня в детской школе искусств города Видное состоялись долгожданные выступления финалистов. Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина» – финал, гала-концерт, волнение участников, многочисленные гости, но нет здесь традиционной шумихи и пафоса, а ощущения чего-то настоящего, доброго. Хочется, чтобы таких конкурсов было больше, потому что поднимать патриотический дух молодежи, наверное, это очень важно. С детства уже прививать вот это чувство гордости, наверное, за свою страну, а где, как ни в песне, можно это, наверное, прочувствовать. Это мероприятие для того, чтобы помочь раскрыться, раскрыться молодым талантам. Это невероятная энергетика, с которой ребята выкладываются. Особая атмосфера, конечно, благодаря песням. Тема «Любви к Родине», «Любви к родному краю» позволила конкурсантам проявлять лучшие чувства и передавать их зрителям. Участие в конкурсе в первую очередь – показать свое мастерство, то, к чему мы готовимся. Вместе передаем все свои чувства в песню и показываем ее лучшим образом. Мне очень нравится участвовать в конкурсе. Я исполняю песню «Родина моя», которую написала моя учительница Татьяна Ивановна. Я когда исполняю песню, я хочу трогать сердца зрителей. Настоящей находкой для фестиваля стали его бессменный ведущий, актер, певец, музыкант и композитор Дмитрий Тихонов, а также члены жюри – заслуженные деятели культуры, педагоги государственных образовательных учреждений культуры и искусств. В их числе композитор Григорий Гладков. Сюрпризом для всех стало его совместное выступление с участниками конкурса. И можно совсем не бояться мороза, если хозяин с тобой. И вытащить даже из лапы санузу, если хозяин с тобой. 38 финалистов соревновались в номинациях «Пусть всегда будет солнце», «Как прекрасен этот мир», «А на войне, как на войне» и «Подмосковные вечера». Подчас совсем юные звездочки вызывали восторг зрителей невероятным исполнением и совсем не детскими переживаниями, как, например, Мария Поротикова в песне «Милосердие». «Миленький, ты продержись, родненький, думаешь, славный мой, не страшна мне война. Ты потерпи, славненький, ты продержись». Финальный гала-концерт прошел с большим успехом. Главной наградой для конкурсантов стало признание их таланта. Но, конечно, Оргкомитет подготовил и ценные подарки победителям. «Ты такой артистичный. Продолжай, пожалуйста, в том же духе. Потому что, как ты завел зал, это дорогого стоит в будущем. Сольные концерты, я думаю, тебе обеспечены». «Спасибо большое». «Как здорово, что есть такие прекрасные патриотические традиции, как этот фестиваль. И удивительные люди, благодаря которым они продолжаются». Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.